Кажется, что кружится вот так легко для обоих партнеров, но каждое движение танцоров точно выверено. Татьяна Костенко танцует уже 6 лет. В Инваденс пришла случайно, это было частью реабилитации после попытки свести счеты с жизнью. Когда получила травму в 18 лет, я приехала в центральный дом-интернат у нас в городе. Ну, так сложились жизненные обстоятельства, и там уже занимались танцами на коляске, там был свой хореограф. Там Татьяна нашла любовь, вернее, сразу две – танцы и будущего мужа. Сейчас у девушки в репертуаре 7 номеров. Она каждый год участвует в солнечном бале, уже дважды была победителем в номинации Инваденс. Но не на каждой технике можно сделать удачные па. Вообще неподготовленному человеку на коляске трудно даже передвигаться. Вот Татьяна любезно согласилась дать мне попробовать вперед-назад еще куда ни шло на поворот, и это уже что-то трудное. А у Татьяны есть специальная коляска, которая нужна только для танцев. Чем она отличается? Это колеса и, естественно, вес. У Татьяны за время ее танцевальной карьеры поменялось несколько партнеров. С Александром девушка познакомилась 6 лет назад. Он профессиональный хореограф, преподаватель в Институте культуры. К такому необычному дуэту у него свой интерес, научный. Александр пишет диссертацию о роли бальных танцев в реабилитации колясочников. Человек, когда попадает в инвалидную коляску, он, как сказать, не пользуется теми мышцами, перестает, да, которыми пользуются именно в хореографии. Потому что все равно другие мышцы затрагиваются, и поэтому происходит вот та же самая реабилитация уже на физиологическом уровне. Сейчас партнеры готовятся к краевому фестивалю «Солнечный бал». Он уже 1 мая. Танцоров, которые участвуют в номинации «Инва-дэнс» – единицы, и это на весь регион. Татьяна в этом году представит лирический танец. Со своим номером она намерена уже в третий раз забрать главный приз. Дорида Миллер, Александр Антропов. День с толком.